Голосование о запрете пропаганды Child Free будет поименным. Это определит быть депутату в Государственной Думе или не быть, сказал Володин. Противников запрета он назвал рожденными в пробирке и предложил разобраться с теми, кто голосовал за таких депутатов. То есть мало того, что вышвырнуть из Госдумы тех, кто будет голосовать против, давайте еще и найдем и разберемся с теми, кто за них голосовал, потому что они тоже какие-то не такие. Это абсурд, в Госдуме все сошли с ума давно или только что. Вася, ну что вы, говорить про Госдуму, это почти так же неприлично, как, я не знаю, как обсуждать сексуальные связи консьержки. Помните, как я сказал Лимонов, в России это консьержка в буржуазном Думе, и за завтраком говорят только о ней. Ну что Госдума, это да, действительно тема для разговора, такие забавные безумцы, на самом деле не забавные, потому что жизни этих людей ужасно, Вась, вы не представляете, как им плохо, потому что они живут именно в страхе той ситуации, когда с ними начнут разбираться. Ведь вся Госдума, весь парламент существует для откорма, их откармливают, чтобы их низвергать. Уже ветераны России, одного спикера от КПРФ предложили отправить на фронт, что-то он не так сказал. Ветераны России думают, что они в наибольшей безопасности, это такой отряд людей, который вбрасывает самые репрессивные инициативы, они думают, что их поэтому не тронут. Дураки, вас тут тронут первыми. В сегодняшней России самое опасное – это привлечь к себе внимание. Здесь не надо быть активным, это государство не должно вас замечать, у вас не должно быть имени. Вот вам шаман, пожалуйста, который уже стал объектом критики, издевательства, разборок. Любой, кто сегодня в России чуть-чуть отличается от стенки, неважно, лояльный, нелояльный, моральный, аморальный, это человек, который сегодня рискует всем. Потому что, вы заметили, этого достаточно. Вы не можете соответствовать идеальным требованиям этого государства. Вы живы и потому не идеальны. У вас всегда можно что-то отнять, квартиру, жену. Поэтому Государственная Дума – это люди очень сильно рискующие, особенно рискуют те, кто влезает на трибуну. Мы с вами еще успеем это застать, если, конечно, они успеют. Но мы увидим с вами, как будто не свергать Гурулева, это такой генерал, главный такой спикер, который все время предлагает всех ядерным ударом накрыть. Мы увидим с вами, как будто не свергать Соловьева и Симоньян. Именно потому что их видно, уже не осталось жертв, расправа над которыми могла бы обеспечить зрелищность. Увидите, будет это, будут давить, пока не брызнет. Очень будет интересно. Но Государственная Дума делает при этом одну важную и действительно опасную вещь. Она окончательно и бесповоротно компрометирует в России сам институт парламентаризма. Когда бы в России не появился парламент, а без парламента современную демократию представить нельзя, первая ассоциация будет вот с этой Думой. Все будут думать, что это такой сумасшедший дом, такая легальная говорильня, где люди соревнуются в наиболее безумных инициативах, надеясь этим купить лишний месяц жизни. И никакой парламент в России, вот уверенно говорю, никакой парламент в России этого проклятия не преодолеет. Все будут думать, что парламент это орган, нужный для нас смешек, концентрирующий в себе все насмешки. А как построить в России государство без парламента, то есть построить новый либеральный концлагерь, это, мне кажется, перспектива очень сомнений. Теперь, значит, что касается бегла, что касается этого безумного такого беснования вокруг детей, рано рожать. Уже предложили школьницам рожать, и более того, создавать льготы на экзаменах тем, кто родил 16 лет. Раньше беременность школьницы в советское время считалась чем-то абсолютно аутстендинг, чем-то абсолютно изряду вон выходящим, аутриджес, и предполагалось такую девушку исключить, а директора уволить. Сегодня, видимо, чем больше залетит, тем больше это будет поощряться. Потому что женщина превращается с точки зрения России в такую фабрику пушечного мяса. И чем больше она нарожает, тем больше мы завтра убьем. Вот у них такой принцип. А кроме убийства радости не осталось. Значит, вот это самое откровенное. До такого не доходили даже в нацистской Германии, где тоже все время стимулировали рожать детей фюреру, или от фюрера, или от солдат фюрера. Это, конечно, мерзость. Тут говорить не о чем. Но это тоже показатель. Понимаете? Потому что последние люди, у которых осталась какая-то критичность, какая-то насмешливость, это российские подростки. И видите, как их стимулирует заводить новых детей и отправлять их впоследствии на фронт. Они могут о чем-то задуматься. Я надеюсь, что следующему поколению протестной России будет 16-18 лет. Недавно в Ленте была новость о том, что в одной из школ российских в актовом зале показывали фильм, как происходит аборт. Чтобы школьники своими глазами увидели и ужаснулись, что нельзя прерывать беременность, а рожать нужно как можно больше. Дмитрий Львович, а как думаете, налог на бездетность все-таки введут? Ведь будет какой-то обязательный возраст, когда нужно рожать первенцем? Все-таки, понимаете, введение налога довольно долгая процедура. У меня нет ощущения, что путинская Россия благополучно переживет 25-й год. Поэтому и новые образовательные программы, и новые налоги, и новые репрессивные идеи – это все остается больной фантазией. Понимаете, вот очень многие, кстати, таких людей полно. Очень многие думают, что ресурс России бесконечен. Бесконечен ее людской ресурс, бесконечен территориальный. Это не так. Понимаете, у России нет главного ресурса кадрового. Ведь страной, хорошо это или плохо, надо управлять. А если назначить ей такую элиту, то даже при самых простых манипуляциях, а именно арест и мобилизация, все-таки нужно, чтобы ходил транспорт. Понимаете? Чтобы выпитался хлеб, чтобы даже трехклассное образование осуществляли какие-никакие попы, которых тоже надо где-то набрать. Иными словами, функционирование государства нельзя свести к тотальному регулярному самоубийству. Мы видим уже сейчас, что пошла большая чистка в Министерстве обороны. То есть, видимо, Министерство обороны далеко не так эффективно, как хотелось бы, понимаете? Потому что вы знаете, сколько времени ушло на взятие угледара и с какими жертвами это взял. Да, действительно, сколько бы не паниковало Financial Dimes, что да, действительно, Россия неуклонно наступает. Россия неуклонно наступает, безусловно, так, наступает в том числе и себе на хвост. Россия неуклонно перемалывает себя в этой войне. И Россия, по идее, теоретически, еще раз говорю, она может хоть весь мир уничтожить, это не проблема. Другой вопрос, что мир как-то не очень хочет уничтожаться. Он слишком наглядно видит, во что он превращается, во что он перемалывается в угнаре России. Поэтому нет главного ресурса этим управлять. И нет второго главного ресурса вечного терпения остального человечества, которое готово терпеть это заболачивание всех почв, чтобы превратиться всем в Россию. Нет, этого не будет. Тотального превращения мира в Россию в ближайшее время не будет даже в Восточной Европе. Поэтому с такими самоубийственными мерами, я думаю, вот они протянут еще, ну, полгода, ну, год. Но дальше происходит самое страшное. Не то, что вспыхивает протестное настроение, не то, что кончается нефть. Просто возникает кризис управляемости, как это случилось в семнадцатом году. Начинаются хлебные очереди. И, как правило, двух хлебных очередей для этого хватает. Для режима очереди за хлебом гораздо убийственнее, чем очереди в их автоматном значении. И я сильно, сильно опасаюсь, опасаюсь за дорогих россиян, что комфортное существование в такой стране по определению невозможно. Именно поэтому, как мне кажется, конец войны с Украиной будет концом режима. Спасибо большое. Мы идем к следующей теме. Хочу обсудить с вами канцлер Германии. Шольц хочет поговорить с Путиным. В случае этого звонка он станет первым главой правительства стран-союзников Украины, который возобновит прямой контакт с Путиным. Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре двадцать второго года. Президент США Байден, президент Франции Макрон, бывший премьер Британии Джонсон также последний раз напрямую разговаривали с Путиным в двадцать втором году. Мы не можем знать точно, о чем хочет говорить канцлер с Путиным. Как думаете, что стало причиной, что за желание позвонить Путину, что обсудить? Зачем? В голову к современному политику не влезешь, как и в голову к сумасшедшему. А я думаю, что сегодня желание рулить миром может быть только у безумцев, потому что удовольствия мало, а ответственность большая. Говоря совсем откровенно, понимаете, у Шольца, как мне представляется, есть перед Россией, как и у всех немцев, определенный комплекс вины. Но все-таки их уже однажды победили, и у немцев, вот поскольку борьба с фашизмом там велась довольно серьезная, у немцев импринтинг, вот это чувство вины перед Россией, чувство исторической правоты России, следит довольно глубоко. Если вы обратили внимание на поведение Шольца, он очень нерешительно осуждает Путина и очень нерешительно помогает Украине. А это люди, которые Красной Армии и вообще от идей прогресса, в том числе, от идей будущего, они получили по морде довольно сильно. Проблема в том, что сегодня нет Красной Армии. Помните, как я писал, да, и не бойтесь гарно, и не случится чудо, нету Красной Армии, выбейте их оттуда. Сегодняшний фашизм России придется побеждать самой, потому что тогда этот фашизм был внешней силой, а сегодня он пустил метастазы по всей стране. И как можно самим себя вытащить заволосы из этого болота, я не очень представляю. Украина, при всем моем уважении, не может справиться с деноцификацией такой большой страны. Тут нужно, чтобы ее население в этом процессе приняло хотя бы минимальное участие. Это очень важно. Шольц действительно еще не понял, мне кажется, просто не понял, до какой степени неадекватна сегодняшняя российская власть. Он еще, может быть, он получает какие-то другие инсайды, я не знаю, он еще не понял, что внутри у Путина уже созрело решение нажать кнопку, потому что ему больше сделать нечего. Он все остальные возможности уже реализовал. Если ему хочется поговорить с ядерным самоубийцей, да, он может это сделать, но надежды его переубедить нет. Владимир Путин 24 февраля 22 года спил на дорогу, ведущую в один конец, на самоубийственную. Помните, вот анезотропное шоссе у Стругацких? А эта дорога ведет в один конец. У него нет никаких врагов, он не может передумать. Вот 24 февраля, нажав на кнопку войны, он нажал одновременно и на ядерную кнопку, то, что это пока отсрочено, это не должно никого пугать. Может быть, Шульцу хочется получить какие-то односточные подтверждения. Смею его уверить, он их скоро получит и не от Путина, а просто в процессе этой безумной деградации по нему что-то прилетит. А он, кстати, хочу сказать, он находится не за океаном, он находится довольно близко. Если ему хочется таким образом уточнить собственную судьбу, но мы не можем ему в этом помешать. То есть вы предполагаете, что он посмотрел российские эфиры, где регулярно говорят «На Берлин, на Берлин», и он занервничал? Да нет, он не то, что занервничал. Понимаете, мы же сталкиваемся все время с такой неприятной вещью. А мне мать моя, которая все-таки была хорошим педагогом и, соответственно, психологом, когда сказала замечательную вещь, когнитивный диссонанс – это не когда ты видишь и не понимаешь. Когнитивный диссонанс – это когда ты видишь и не веришь. Условно говоря, когда ты смотришь и не можешь понять, что это происходит действительно. Мы смотрели, часто обсуждали же, понимаете, все-таки у всех родителей кругом проблемы, и очень многие впадают в деменцию. А на самом деле вы можете надеяться, со мной этого не случится. Потому что я, когда я вижу что-то отвратительное, я в это верю немедленно. У меня нет никаких иллюзий. Вот. И я помню, она же всегда меня ругала и ругала по делу. Какая-то из ее подруг говорит, я смотрю на своего сына, и я не верю, что это к моему сыну. Говорит, а я смотрю и верю. Это он, я узнаю его во всем. Так и здесь, понимаете, главный когнитивный диссонанс – это когда вы видите перед собой руководителя державы, когда-то победивший фашизм. Сверхдержавы, позиционирующие себя как духовный центр нынешнего мира. Смотрите на него, а он вам рассказывает то, что он рассказывал Такеру Карлсону. Понимаете, вам хочется спросить. Это не постановка, это не иллюзия. Это может быть каким-то образом шоу такое, чтобы мы все вместе позабавились. Ну скажите, и мы все вместе посмеемся. Помните, как в фильме «Место встречи» и «Смеять нельзя»? Володенька-то поиграть со мной решил. Володя, ты решил со мной поиграть? Нет, теперь горбатый. Я сказал горбатый. И Шульш услышит что-то примерно такое. Расчарование будет большое, но на самом деле Меркель, которая лучше других его знала, уже давно сказал, господин Путин живет в своем мире. Поэтому никаких надежд на переговоры, на угрозы, на убеждения нельзя. Он уже сделал все, что мог. Вы остановить его не можете. И сходите из того... А да, тут еще Украина подлила маслом огонь тем, что она до сих пор сопротивляется. Ведь это же отвратительно. Ну зачем вы сопротивляетесь? Вам же сказали, если мы пришли, рано или поздно вы должны отдать все. И тогда, может быть, мы вас пощадим. А вы тут продолжайте нам, понимаете, ломать всю малину. Уже мы провели бы парад в Киеве и пошли бы до Польши. А вы нам тут устраиваете, понимаете, беспокойство. Этот тон господствует современной российской мировой. Ну и чего они там? Разумеется, победа Украины для них тоже когниция. Они не верят. Они смотрят на трехлетнее сопротивление Украине, не верят, не понимают, как это можно. Ведь мы пришли, ведь мы давно уже должны были вас проутюжить. Помните, как у Набукова? Ведь вы уже лежали, все было кончено. Нет, не получилось. Значит, этот когнитивный диссонанс, тоже для Путина, довольно мучителен. И определенный срыв нервный в одном из ближайших прямых выступлений вы увидите. Я давно уже говорил, диктатор чаще всего сходит с ума в прямом эфире. Раз вы не верите, скоро он вам в прямом эфире что-нибудь такое скажет, после чего у вас не останется сомнений. Павел Меркель говорил, да, как вы вспомнили, что Путин оторван от реальности. Ну и вот Шольц, который хочет поговорить с этой оторвой, ну как думаете, это будет разговор какого-то ультиматума, просьбы или предложения? Ультиматум Хасиду ставить бессмысленно и Шахиду. Хасид не ценит жизнь, потому что она для него разговор с Богом прямой, а Шахид разговор с дьяволом прямой. То есть мы с вами уже, понимаете, много раз говорили, что религиозному фанатику той или иной степени совершенно бессмысленно ставить разговор. Хасид на планку смеется, а Шахид себя подорвет. Если это я просто к вопросу о том, чем закончится еще и еврейско-иранский конфликт, от которого тоже многие ждут сюрпризов. Если говорить серьезно, то вы не можете ставить ультиматум человеку, который решил погибнуть. Вы не можете ставить ультиматум фанатику. И главное, вы не можете ставить ультиматум крыси, загнанной в угол, потому что у нее, как вы знаете, способ действия остался один – бросаться на. Об этом Владимир Владимирович всех предупредил в 2000 году. Нельзя отказать ему в честности, а Колесников и Геворкиан в умении задать правильный вопрос. Значит, язык угрозы, я думаю, особенно по-западному, такой расплывчатой угрозы, типа «если вы не сделаете так, мы выразим глубокую озабочность». Да пошли вы с вашей глубокой озабочностью, вы должны были эту глубокую озабочность выражать в третьем году, в четвертом. До меня все дошло в четвертом после Беслана, и то я тормоз. Поэтому, значит, здесь, мне кажется, не пугать, не уговаривать, не умолять уже нельзя. А главное, что вы можете предложить? Что, кроме смерти, вы можете предложить? Надо прислушиваться к психологам. Когда-то Лев Щеглов сказал, высшая задача маньяка – уничтожить себя самого. Большего наслаждения вы предложить ему не можете. Поэтому, мне кажется, с фазой разговоров пора заканчивать. Надо либо наблюдать и писать отчеты для будущих поколений, мемуары, как это вышло, либо думать о том, как вы будете защищаться от ядерного удара. Это проблема, потому что вот Путин все время говорит, в ядерной войне выиграть можно. Можно. В ядерной войне, по крайней мере, можно покончить с собой. Кончает с собой тот, кто начнет первым. Совершенно очевидно, что первым начнет сегодня не Шорец. Субтитры создавал DimaTorzok